Автогаз в Караганде подорожал на 20%. Причем цену одномоментно подняли все поставщики. Почему в шахтерской столице газ для автомобилей дороже, чем по всей стране? Не усматривают ли контролирующие органы ценового сговора между продавцами? И как отреагировали на подорожание автомобилисты? В сюжете Людмилы Батюшкиной. Любитель автопробегов Вадим Барташевич за 10 лет поменял уже несколько машин и на всех устанавливает газовое оборудование. Хотя расход на сотню километров на пару литров больше, но цена меньше по сравнению с бензином в 2,5 раза. Во-вторых, двигатель меньше засоряется, рассказывает автолюбитель. В Караганде и раньше автогаз был дорогим – 50 тенге за литр. А сейчас цена подскочила еще на 20%. С 1 апреля обе компании «Газуэл» и «Автогазтрейд» подняли цену до 60 тенге. То есть это было в один день, в одно время, с одинаковой цены и опять же до одинаковой цены. То есть по всему Казахстану цены остались неизменны. Мне видится некий ценовой сговор. Предельная оптовая цена на газ устанавливается Министерством энергетики. А вот розницу никто не регулирует. На сегодня в Караганде автогаз едва ли не самый дорогой по стране. В Астане он стоит 43 тенге, в Алматы – 48, в Казаларде – 39, в Актау – 27. В Караганде – 60 тенге за литр. Поставщики газа неохотно общаются с прессой. Крупнейший продавец согласился дать комментарий только по телефону. Объяснил, что транспортировка газа обходится в 2,5 раза дороже, чем само топливо. Сейчас она подорожала на 65%. К тому же банки стали давать кредиты под вдвое больший процент. В соответствии с приказом министра энергетики РК предельная цена оптовой реализации сжиженного газа в Казахстане сегодня около 11 тысяч тенге за тонну. В тонне, по официальным данным, почти 1900 литров газа. То есть 1 литр по приблизительным расчетам стоит около 6 тенге. Продают же автогаз в Караганде по 60 тенге. То есть цена, пока дойдет до потребителя, вырастает в 10 раз. Настолько сильно цена расти не должна, считают в антимонопольном департаменте. Правда, до сих пор поставщиков автогаза ни разу не проверяли. Но сейчас сюда поступило уже несколько жалоб от населения. Мы никого не оправдываем, то есть мы не говорим, что это обоснованно, не обоснованно. Я говорю, сейчас мы будем применять на основании этих обращений, на основании того, что мы имеем уже достаточный пакет документов, то есть мы сейчас будем применять меры антимонопольного реагирования. То есть вопрос стоит, мы сейчас будем проводить расследование и устанавливать. Вадим Барташевич отправил жалобу в Дарем первым, а также в прокуратуру. И советует сделать тоже всем знакомым. Он уверен, что продавцы автогаза получают сверхприбыли. Если порядок не наведут, он намерен организовать петицию в адрес Дарегины Зарбаевой.